Продолжение следует... К пиломатериалам третьего-четвертого сорта относят доски, не прошедшие по ГОСТ при сортировке как первый-третий сорт. Например, если на досках первого-третьего сорта обзор, синева, трещины и другие дефекты представлены в большем объеме, чем допустимым по требованию ГОСТ, такие пиломатериалы переводятся в третий-четвертый сорт. Это значит, что они будут иметь менее эстетичный внешний вид, чем доски первого-третьего сорта. Но их прочностные характеристики при этом не снижены. Казалось бы, тогда доски третьего-четвертого сорта можно использовать на ответственные конструкции. Но мы не рекомендуем этого делать, так как в третьем-четвертом сорте, помимо досок, переведенных из первого-третьего сорта, допускаются еще доски, изготовленные из сухостоя. Обратите внимание, доски третьего-четвертого сорта из сухостоя обладают меньшей прочностью, чем доски первого-третьего сорта, которые изготавливаются только из зеленого леса. Поэтому доски третьего-четвертого сорта не рекомендуется использовать для строительства ответственных конструкций, таких как стропила, перекрытие и другое. Пиломатериалы третьего-четвертого сорта отлично подходят для обрешетки, каркаса перегородок, черновых полов и хозяйственных построек. Давайте подробно рассмотрим, какие дефекты и в каком количестве могут присутствовать на обрезной доске третьего-четвертого сорта. Светлые сучки не регламентированы по размеру и количеству. На обрезной доске третьего-четвертого сорта могут встречаться темные сучки диаметром не более 4,5 ширины доски. На пиломатериалах третьего-четвертого сорта встречается обзор двух видов. Острый, который занимает всю толщину доски. И тупой, который занимает только часть толщины доски. Острый обзор может занимать до 1,6 длины изделия. То есть на 4-метровой доске длина острого обзора может достигать 67 см. Тупой обзор может занимать до половины ширины и до 4,5 толщины доски. Длина тупого обзора не ограничена. Но, как правило, такой обзор занимает лишь небольшой участок. Почему не стоит бояться обзора? Доска с обзором изготовлена из крайней наружной части ствола, которая находится максимально близко к коре. Эта часть ствола самая крепкая, так как содержит природные слои, защищающие дерево от влаги и биопоражения. То есть антисептические свойства доски с обзором намного выше, она более прочная и долговечная. Вы можете использовать доску с обзором на конструкции, где важна прочность, а эстетичность не играет первостепенную роль. Например, на черновые полы. В этом случае доска с обзором скроется под напольным покрытием и эстетичность не пострадает. Для конструкции, в которых внешний вид доски для вас важен, рекомендуем использовать доску без обзола. Но если на обзоре есть кора, рекомендуем перед монтажом и нанесением защитного состава отчистить ее, чтобы избежать дальнейшего биопоражения доски. На обрезной доске 3-4 сорта могут присутствовать отклонения от рабочих размеров, как в меньшую, так и в большую сторону. Для доски шириной 150 мм максимально допустимое отклонение 7,5 мм. Давайте сейчас примерим эти отклонения на нашей доске. Тут у нас 152 мм, то есть доска поширена 2 мм. Здесь ровно 150 мм. И тут 147 мм, то есть доска поуже на 3 мм. Получается на нашей доске максимальное отклонение в 3 мм. Иначе доска соответствует сорту 3-4. Максимально допустимое отклонение для доски 3-4 сорта толщиной 50 мм. Плюс-минус 2,5 мм. Давайте сейчас измерим отклонение на нашей доске. Здесь у нас 52 мм, то есть доска по толщине на 2 мм. Здесь 49 мм, поуже на 1 мм. И здесь 51 мм. То есть доска максимально по толщине отклоняется на 2 мм и проходит по сорту как 3-4. Итак, на обрезной доске 3-4 сорта допустима волна двух видов. По пласти и по толщине. Волна по пласти – это отклонение от рабочих размеров. Когда ширина доски на разных участках на несколько миллиметров больше или меньше заявленной ширины. Волна по толщине – это отклонение от рабочих размеров, когда толщина доски на разных участках на несколько миллиметров больше или меньше заявленной толщины. Отметим, волна, как правило, встречается на досках, распиленных на ленточных пилограммах. На обрезных пиломатериалах 3-4 сорта допускаются отверстия от кароядов. Но не более 6 штук на 1 погонный метр. Они указывают на то, что доска изготовлена из сухостоя, что снижает ее прочностные характеристики. Так как в 3-4 сорте допускается сухостой, доски этого сорта не рекомендуется использовать на ответственной конструкции. Перечисленные ранее дефекты могут присутствовать на пиломатериалах независимо от сезона. Но также существуют дефекты древесины, которые чаще встречаются на досках в летний период. Так называемые сезонные дефекты. А теперь давайте подробно рассмотрим сезонные дефекты. Так как доска выпилена из бревна круглого сечения, во время отсушки волокна древесины выгибаются, так как стремятся вернуться в исходную форму. В результате доска коробится. Чем активнее влага испаряется из доски, тем сильнее волокна выкручивает в разном направлении. То есть в летний период под воздействием ультрафиолета доска сохнет быстрее и деформация материала становится более выраженной. Покоробленность подразделяется на два вида – саблю и вертолет. Давайте подробнее рассмотрим каждый вид. Сабля – это покоробленность, при которой доску выгибают дугой. Сабля допустима для пиломатериалов 3-4 сорта. Стрела прогиба может составлять максимум 1% от длины доски. То есть 4-метровая доска может прогибаться максимум 4 см. Если среди пиломатериалов 3-4 сорта присутствуют покоробленные доски, их можно использовать в строительстве. Например, если покоробленная доска применяется для создания обрешетки, ее необходимо зафиксировать крепежными элементами так, чтобы доска приняла ровную форму. Давайте подведем итог. Среди пиломатериалов 3-4 сорта могут встречаться покоробленные доски. Их тоже можно использовать в строительстве. Но при монтаже таких досок нужно приложить дополнительные усилия. Также к сезонным дефектам, которые особенно характерны для летнего периода времени, относят трещины. Они появляются в результате естественной усушки материала. При плюсовой температуре влага быстро испаряется из досок, что приводит к растрескиванию. На обрезной доске 3-4 сорта допустимы несквозные трещины суммарно длиной до 600 мм на 1 погонный метр. Также на доске 3-4 сорта допускаются сквозные торцевые трещины длиной не более 200 мм. Часто доска приходит от поставщика большей длиной, чем заявлено. Поэтому перед монтажом доска торцуется под нужный размер. И торцевая трещина спиливается полностью или частично. Но даже если торцевая трещина не спилится и останется на доске, она никак не повлияет на прочностные характеристики доски. Синева очень активно распространяется по пиломатериалам с июня по октябрь. Именно теплая погода является благоприятной средой для развития деревоокрашивающих грибков, из-за которых появляется синева. Синева возникает при естественной сушке древесины и с большой вероятностью она появится даже на досках при правильном складировании. На обрезной доске 3-4 сорта допускается синева общей площадью до 30% поверхности доски. Не стоит путать синеву с гниением. Синева – это грибковое поражение древесины, безопасное для пиломатериалов. Ведь грибок не разрушает структуру древесины. Тем не менее, важно остановить дальнейшее распространение синевы, так как пораженные участки лучше впитывают влагу. А во влажной среде могут появиться дерево, разрушающие микроорганизмы, что приведет к гниению. Чтобы избежать этого, достаточно покрыть доски защитным составом перед монтажом со всех сторон. Такая обработка уничтожит грибок, а значит, остановит его распространение. И вы можете быть уверены, что в дальнейшем доска сохранит свою прочность. Синева влияет на эстетичность пиломатериала, но не сказывается на качественных характеристиках доски. Поэтому ее можно смело использовать для черновых работ. Но если пиломатериалы видны в конструкции, можно покрасить их кроющим составом. Тем самым вы придадите дереву желаемый оттенок и скроете синеву. Еще раз отметим. В 3-4 сорт переводят доски 1-3 сорта, у которых при переборе было выявлено большее количество дефектов, чем допустимо по ГОСТ. Такие доски уступают по эстетичности, но по эксплуатационным характеристикам аналогичны пиломатериалам 1-3 сорта. Тем не менее, доски 3-4 сорта не рекомендуется использовать на ответственные конструкции, так как в 3-4 сорте допускаются также доски из сухостоя. Они менее прочные по сравнению с досками 1-3 сорта. В видео обзоре мы показали, как оцениваются дефекты согласно техническим условиям. И теперь вы имеете полное представление, как выглядят доски 3-4 сорта. Субтитры создавал DimaTorzok